Всем привет, наши дорогие зрители и подписчики канала, вы как всегда на канале Семья на чемоданах, с вами я, Славян. Я вас сегодня приглашаю в новый интереснейший влог, где мы с вами окунемся в турецкую медицину. Да-да, мне снова не повезло. Еще мы сегодня с вами посетим город Мановгад, посетим интереснейший городок Сиде, купим подарки, что за подарки увидите, побываем на очень крутом закате и еще куча всего интересного. Я не буду затягивать, ставьте лайки прямо сейчас, пишите комментарии и погнали в новый выпуск. Время уже 10 утра, представляете, Настенка с Мирошкой до сих пор спят. Я готовлю детям завтрак, сейчас будем завтракать. У нас уже кофеечек подходит, что ты говоришь, Стема? Сегодня очень холодно было ночью. Да ладно. Вот почему мы рано проснулись. Мы сегодня вообще промерзли. Ничего себе. Они ко мне пришли утром, говорят, папа, включай кондиционеры на тепло. Мы включили, но я на самом деле не чувствую, что прям так холодно, но дети говорят так. Вон детвора уже разрывают хлеб, Темка даже уже доел, да? Ага, с кофты доедаешь? Да. Красавец. Так, я себе тоже поставил яичку, только у меня по-другому. У меня здесь помидорки, яйца и даже есть грибы. Вот, а Настенка продолжает спать. Еще здесь в Турции наконец-то мы нашли нормальный творог, вкусный творог. Не кислый, не горький, а вот прям как наш. И вкусную сметану, которую реально можно кушать ложкой. Вот с утра после яичкина вели себе творог со сметаной и с сахаром. Говорят, что это кальций, да? Для зубов полезно. Ой-ой-ой. Какую камеру нельзя брать. Не снимай, мам. Отключил, снимай. Папа, делай. Петра. Нам очень часто прилетают вопросы, мол, славян, как бронировать жилье, славян, где смотреть жилье, славян, где жилье можно найти действительно качественное, без каких-либо подводных камней. Так вот, сколько мы путешествуем по России, я всегда рекомендую один и тот же сервис. И называется он Суточно.ру. Суточно.ру это классный удобный сервис, где собрано огромное количество жилья. Эти ребята уже целых 11 лет на рынке. На сайте собрано более 200 тысяч вариантов жилья, без каких-либо наценок и скрытых платежей. Это действительно так. И самое главное, что они дают гарантию заселения. Мы сами проходили, сами смотрели, сами убедились в этом. Этой платформе можно точно доверять. Куда бы вы ни отправились в Россию в путешествие, то вы обязательно там что-то себе точно подберете по вашему бюджету. У них очень удобный фильтр. Вам нужно просто в поисковой строке вбить город, даты, количество человек, сколько вас и отправиться выбирать себе жилье. А еще у Суточно.ру есть фишка, которой, пожалуй, нет ни у кого. Они возвращают 30% кэшбэка за ваше бронирование. Тут на самом деле все очень просто. Бронируете жилье на Суточно.ру и получаете двойной кэшбэк за бронирование жилья. То есть получается, как мы любим, тратим и одновременно зарабатываем. В общем, друзья мои, ссылочку я оставляю там, в описании. Обязательно переходите и пользуйтесь. Куда бы вы ни поехали, хватайте с собой Суточно.ру, обязательно мою ссылочку и путешествуйте. Ну что же, я всех накормил, напоил, немного поработал и понял, что нельзя откладывать этот зуб. Нужно идти и его ремонтировать. У нас здесь прямо неподалеку от комплекса есть клиника. Наверное, вы и спросите меня, Славян, как ты выбирал. На самом деле все просто. Зашел в гугл-карты, вел зубная клиника. Там показалось ряд. Ну, естественно, выбирал по отзывам. Смотрел отзывы как русскоязычные, так и турецкие, так и англоязычные. Вот, чтобы общая картина сложилась. Вот, выбрал эту клинику. Вроде цены там адекватные. Ну, посмотрим. У каждого понятия цена адекватная, она своя. Пойдем сейчас попробуем. Главное, чтобы там кто-то по-русски говорил. Иначе вообще будет очень сложно, конечно. Но терпеть нельзя, потому что он фоново ноет. Ночью пару раз просыпался от того, что он резко начинал болеть. Я, конечно, понимаю, что столько времени на обезболии нельзя находиться. Иначе можно сильно отупеть. Один только вот этот логотип меня уже пугает. Не пойму, откуда такой страх лечить зубы, а? Дали мне заполнить такую бумажку. Причем, заметьте, она на русском языке. Клиники, внешний вид, конечно, вау. Зал ожидания тоже здоровский. Чай, кофе, телевизор. Сижу, жду врача. Ну, а далее, конечно, совершенно не до съемок. Полтора часа этот шум. Эх, даже и не думал я, что так получится, что меня угораздит. Вот это речь. Угораздит меня попасть в клинику. В Турции. Но, как говорится, что не делается, то все к лучшему. Ну, и, конечно, это здорово, что у меня есть такая возможность с вами поделиться, вам рассказать. Потому что я знаю, что у меня большая аудитория. И многие из вас сейчас находятся в Турции. И не дай бог, конечно, если так случится, получится, что вы окажетесь на таком же месте, как я. Случатся, 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 случится проблема с зубами. То вот, видите, я же полечил. Клиника хорошая, достойная, оборудование шикарное. Мне сделали изначально диагностику врач. Все это дело происходило с переводчиком. То есть, на ресепшене сидел Турок, который понимает русский язык. Он говорит по-русски достаточно хорошо. Вот. Он же и присутствовал на диагностике. И объяснял врачу. Врач говорил ему. И, естественно, получился такой диалог. Мне сделали диагностику. Потом отправили на рентген. Оборудование рентгеновское такое прикольное. Значит, какая-то палка вставляется в рот. Ты зажимаешь, улыбаешься. Вокруг тебя крутится такая штуковина. Вот. Сделали рентген. Никакой снимок мне не дали. Это все дело... Я пришел в кресло, сел. Все дело вывелось, значит, на экран. Напротив кресла. И он начал объяснять, какие проблемы. И что нужно делать. И вот мужичок с ресепшен все это дело переводил. И договорились на том, что мне обязательно нужно делать два зуба. Кто давно наблюдает, наверное, вы помните. Я делал в Крыму один зуб. Вот, получается, три сверху крайних. Вот я делал третий. Тогда очень болел у меня сильно зуб. Я дотянул до последнего. Я в итоге сделали. Эти тоже нужно было делать. Но я в Крыму не стал делать. Вот. И сейчас он сказал, что нужно делать два. Три девятьсот, значит, каждый зуб. Это в лирах, я вам говорю. Три девятьсот лир каждый зуб. Соответственно, он начал сразу делать два. И делать будет в два этапа. Вот сегодня еще меня записали на четырнадцатое число. Сейчас почистили все каналы, удалили нервы, наложили лекарства, поставили временные пломбы. И 14-го числа я приду еще раз сюда, и мне уже поставят хорошие, нормальные, постоянные пломбы. Вот. Собственно, вот так вот. Ну и того, это все обойдется в семь восемьсот. Он мне сделал еще скидку триста лир, и того будет семь пятьсот. Вот. Сейчас бегу, сниму четыре тысячи лир. Вот. Он сказал, что за наличие я тебе сделаю скидку. Я, конечно, не силен в ценах на зубы. Но мне кажется, что семь пятьсот лир, это, грубо говоря, один зуб по пятнадцать тысяч рублей. Но мне кажется, это дохрена. Как вы считаете? В общем, мы договорились, что сначала я заплачу четыре тысячи, а через две недели буду платить еще три пятьсот. Вот, собственно, сейчас в банкомате я снимаю. Давай. Вот они. Лирочки. Ну все, отдал я деньжата. Странный чек, конечно, дали. Максимально странный. Ну ладно, кстати, еще узнал, сколько будет стоить чистка зубов. Полностью полость рта. Тысяча триста лир. Ну это так. Если кому-то надо, просто Настенка попросила меня узнать. Вообще процедура важная и хорошая. Тоже обычно рекомендую это делать. С утра навел себе творог. Днем творог. Не могу вообще жевать на этой стороне. На этой не могу жевать, потому что соприкосновение челюстью зубов сразу простреливает так, что у меня начинают уж ноги дергаться. Вообще жесть какая-то. Я даже сегодня с утра загуглил, нормальные ли эти ощущения. Думаю, может опять пойти в клинику и сказать, что мне капец как больно, может что-то там не доделали. Оказалось, что нормально. Два-три дня. Такая боль. Она может вообще присутствовать в течение 7-14 дней. Единственные плохие симптомы, это если вокруг зуба начинает десна опухать и больно. А я так, ну, языком трогаю, как бы вокруг все хорошо. Именно вот при точечном нажатии. Короче, я не знаю, вот когда зубы, это самый ад. Я связки рвал на ногах, это вообще, ну, цветочки по сравнению с тем, что сейчас, с тем, что зубы. Да. Банда моих пацанов идет завтра на день рождения к двум подружкам, да, парни? Да. Ну и как же без подарков? Да, поэтому мы сейчас едем в торговый центр, поедем в Манавгат, там большие магазины. Вот, и будем выбирать какие-нибудь подарки. Ну и берем, как всегда, вас с собой в карман. Пошлите. Ну что, вот мы и доехали, а вы вместе с нами приехали мы вот в такой вот торговый центр. Манавгат Мол. Шикс. Опа. Приезжали, когда мы стояли на козочках, ну, путешествовали на машине по Турции, да? Угу. Мы сюда приезжали в Старбакс, сделали свои интернетные дела здесь, плюс-минус. Вай-фай хороший, давай. Мирошка немножко подремал в машине и больше дремать не хочет. Да, ты чего, ты чего, он же увидел водопад. Конечно, водопад там целый. Вот видите, здесь такой водопадик, скульптура. Елка стоит, супер здорово, прекрасно. Здесь также, видите, турникетки. Сейчас быстро пройдем, продолжим. Да, елка здесь красивая, прям, можете обратить внимание, смотрите, прям под самый-самый потолок. Ну, а мы залетаем в торговик. Так, основная задача это купить подарки девчонкам. Ну да, давай сейчас подарки. И еще нужно купить пацанам по кофточке. Что-то нарядненькое. Нарядненькое, да. Прохожие рубашечки, давно не покупали рубашечки. Неужели сюда? Ну, а чешковато. Обожаю по торговым центрам ходить утром до обеда, потому что людей нету. И ты можешь по-настоящему походить, что-нибудь повыбирать. Да, да, сыночек, никто не мешает. Здесь вот есть магазин в Турции. Ебек-бек называется. Это что-то типа нашего детского мира. Да. Ну, плюс-минус, короче, то же самое. Одежды, игрушки, памперсы. О, нам памперсы нужны, кстати. Да, кстати, я могу возьмем. Вот, вот, я вспомнил. Мы покупаем, кстати, вот такие вот памперсы. Вот, смотрите, здоровая пачка. 7,14, 152 труселя. 300 лир. 1200 рублей такая огроменечная пачка. Так, поднакупили, в общем, и тут подарочков. Нужно еще в один магазин зайти еще купить. Вот. И будем прям заряжены, да? Полная обойма будет у нас подарков. Так, а это мы уже купили Кири три подарка. Вы спросите, почему три подарка? Три подарка одной девчонке, три подарка. Другой девчонке, ведь у нас же три пацана, от каждого по подарку. Так прикольней. Так, мальчишкам покупаем еще, видите? Прикид. Пойдут завтра вот так на день рождения. Штанишки. И еще, Темки. Еще подарить такую сумку. А смотри, она, а здесь нет. Здесь нет, здесь нет, как. Ну, это мы обрежем, ничего страшного. Вот. Держи. Вообще класс. Че ты? Выберите что-нибудь, да? И, конечно, наш любимый Чандэ мы тоже не обошлись стороной. Хочет там купили. Давай приедем, все покажу. Этого маленького человека снова занесло в развлечения. Поэтому мы здесь, да, парни? Обед отменяется. Обед отменяется. Здесь единственное, есть боулинг настоящий. Я говорю, Настенки, пойдем рубанемся. На деньги давай. Мы ждем еду. А девчонки из соседнего кафе взяли и принесли детям шоколадные пудинки. Просто так, угощение, представляете? Вот и нам суп принесли. Вот эта вот вся поляна вышла на 140 лир детям на Иран. Здесь Иран вообще огромный. Суп наш любимый. Пидешечка. Хлеб это вот подают к супу, что важно очень. Все приятного нам пепетита. Да, с моим зубом только вот такой суп и есть. Чистая водичка. Такой хлеб вкусный, но я его толком не могу даже пожевать, насладиться этим вкусом. Оказывается, здесь на крыше этого торгового центра есть еще развлечение для детей. Смотрите, вон всякие гонки, негонки. Вот здесь вот, я так понимаю, был картинг. Судя по покрышками, самое главное, чтобы встретить, с каким видом можно здесь прыгать и кататься. Хребты. Вон там вот снежные вершины. Здесь кафе, боулинг и бильярд. Сейчас покажу. Вот, пожалуйста, дорожки боулинга. А вот бильярд. Правда, не знаю, русский или не русский. Сейчас посмотрим. Просто русских там гораздо сложнее. Нет, это не русский бильярд. Посмотрите, какие лунки. А это бильярд? В такой играть неинтересно. А тот что? А, это вообще какой-то странный. Не знаю, что такое. Но самое главное, вот с таким видом. Гляньте. Вау. Мы закончили мытьшопиться, но единственное, перед уходом я все сказал, купи себе кофту и кроссовки. В итоге я послушал и купил, а я ей сказал, иди тоже себе купи. И она пошла. А мы сейчас ждем Настенку вот с мальчишками возле фонтана пока. Немножко подышим, погуляем. Да, уж теперь попробуй это все разложи. Полная коляска вещей, подарков. Я знаю, что у нас огромная аудитория из России, и я знаю, что вы так же, как и мы, любите путешествовать по России. А это значит, что в новогодние праздники в январе можно провести с пользой. Отправиться в Сочи, отправиться в Анапу, в наш любимый Геленджик. Так вот, для того, чтобы очень круто пропутешествовать, у нас есть наши авторские гайды. Цена у них всего лишь 490 рублей, а ценность огромная. Там собрано огромное количество информации, лайфхаки, рекомендации, кафе, рестораны, маршруты, туристические и нетуристические места. Приобрести очень просто. Нам нужно просто перейти по ссылочке в описании к этому видеоролику и заказать себе гайд. Гайд приходит в PDF-формате, вам на электронную почту и навсегда остается с вами. Путешествуйте с легкостью и с удовольствием. Учитывая, что мы были в Манавгаде, соответственно, Манавгад это прямо рядом с Сиде, мы решили сюда приехать в Сиде, погулять. Здесь античные города, куча всяких остаток, крепостей. Вот так вот мы припарковали, здесь совершенно бесплатная парковка. Мы здесь уже гуляли, но тогда все спали, мы ходили только с Темкой. И до храма Аполлона мы не дошли, сегодня сделаем это. Хочу показать, вот так вот на парковке стоят три автомобиля, ростовские. Видимо, всей компанией ездят друзья. Вообще здесь, если лень идти, можно взять вот такие вот тук-туки, вот как ребята едут. И просто прямо на них покатиться, я думаю, что они еще могут рассказать в какой-нибудь экскурсии. И вот мы сразу впадаем, посмотрите, везде, повсюду, вот эти вот остатки древних городов, древнего города, точнее, руины. На каких-то можно полазить, на какие-то нельзя. Что-то находится под реконструкцией. Вот какие-то, видите, камни вот так вот ленточкой перегорожены. Вон колонны. Знаю, что здесь было конкретно. Куча указателей, можно здесь гулять, гулять, гулять. Вообще бесконечные просто пространства. Вот там вот огромный-огромный амфитеатр. Я бы с удовольствием там полетал. Но там есть указатель, что на дронах запрещено. Ну, он маленький, довольный. У него теперь тоже самокат. Молодец! Вот так вот, опа. Такой здесь настил, максимально неудобный. Но, как говорится, что поделать. Зато вон какие древние сооружения. Где-то там насёнка отстаёт от нас. Здесь, кстати, ведутся работы по установке колонн. Убирают траву, ложь. Так вот эти плиты, камни, и сверху будут ставить вот эти вот колонны. Чё говоришь? Такой объёмный. Да, да, как это. Идёшь, как будто вообще он огромнейший был, да? Да. Вот, а вот это впереди огромнейший амфитеатр. Он тоже сейчас под на реконструкции. Вот, видите, подготовили эти колонны. Так вот. Реконструкция, молодцы. А вот, например, одна уже установлена колонна. Мы всё ближе-ближе подошли к амфитеатру. Масштаб у него колоссальный. Просто все амфитеатры, где мы были, они отдыхают. Вот колонны стоят. Ну да, 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 он очень огромный. Видите, вот здесь сейчас вот так вот закрыли таким баннером приличным. Тогда этого не было. Когда вы были, не было? Нет, что-то сетки, что ли, были? Ну и вот, пожалуйста, знаменитая арка. Класс. Хрупность тенка очень, конечно, удивлена масштабом. Получается, арка для машин. И вот такая арка для людей. Мы как раз здесь и проходим. И попадаем дальше. Вот с этой стороны тоже, глядите, установили металлические профиля. Укрепления, видимо, какие-то. А с этой стороны вот колонны. Про что я вам говорил, здесь очень много жандармерии. Здесь тоже можно полетать и попасть. Поэтому здесь ни разу я не летал. А либо нужно запускать дроны кто-то вообще издалека. А дальше мы попадаем на улочку, где просто магазинчики туристические. Куча всего, чхлы, синг-карты, сувериры, кроссовки. Вот всякие брюлики, различные маркеты. И вот так вот эта прекрасная улочка уходит до самого моря. Очень архитектурно сейчас это дело выглядит. Прямо красиво, красиво, красиво. И самое, что это классно, это очень малолюдно. Здесь, на этом переулке, можно купить абсолютно все. Ну, типа, знаете, Найки, Баленсиаги, Барбари, Луи Виттоны. Это, конечно, не настоящие фирмы. Но вот с этой прекрасной улочки мы попадаем как раз на набережную, если ее можешь так назвать. Здесь такая марина, совсем небольшая. Даже есть маяк, вот, пожалуйста, за пальмой. Если вот пойти влево, там должен быть храм Крас Аполлона. Наверное, сейчас туда именно пойдем, потому что в правую сторону мы уже ходили. Там только городской пляжик. А мы в этот раз пойдем в эту. Здесь, конечно, прям все очень здорово сделано. Атмосферная, классно. Мы, короче, купили вот такие вот открытки. Это не просто открытки, а такие прям плотные. Эти открытки мы разыграем в пятницу на стриме. Так что обязательно приходите на стрим в эту пятницу, то есть завтра не пропустите свою возможность получить такую классную-классную открытку, а здесь будет наш автограф. Паркуем транспорт здесь и идем наслаждаться храмом Аполлона. Слушайте, просто красота. Вот это да. Смотрите, какие огромные арки. Вы просто смотрите, как люди там, какие мелкие. И какая-то штука высоченная. Ничего себе. Вот это да. Вот в прошлый раз мы сюда не дошли, а в этот раз вот дошли. Смотрите, как круто. Я не знаю, какая вот эта высота. Метров 15, наверное. Супер. Как всегда, Настенка сделала прикольные фоточки, так что Настеночке в Телеграм все сможете посмотреть. Здесь, кстати, есть предупреждение, что по руинам лазить не нужно. Действительно не нужно, не бог свалится. Еще интересно, ли это восстановлено уже, или это вот прям с тех времен стоит. А если вы присмотритесь, то вот тут вот лица прям выбиты. Причем они все разные. Сейчас попробую приблизить. А потом можно отправиться гулять вот здесь вот по камням. Здесь то ли насыпали, то ли что. Как они тут появились. Мусора, конечно, много, но это вообще в стиле, в стиле Турции. Так вот. И прям подойти к морю. Рыбаки, естественно, куда уж без них. Кораблик отправляется на прогулку. Да, тут, конечно, виды прям виды видошные, видовые. Супер. И все это под шум, под шум волн, которые так вот разбиваются. Видите, здесь там быть камни. Опа! море, как же мы тебя любим. Еще так жарко, я бы прям искупался бы, но учитывая, что у меня зуб болит, как ненормальный, я не буду. Я даже сегодня думал, что мы поедем в каньон, здесь недалеко есть от Манавгата. И там есть водопады, река, я думал, там покупаюсь, но потом подумал, что нет, можно бахнуть осложнение, и потом погибать от этой боли. Вот, смотрите, кораблик уходит. Видимо, на закат они куда-то уплывают. Вон кто-то прямо на носу стоит у корабля. Тоже классно. Мы, кстати, в том году катались примерно плюс-минус в таком кораблике в Алании тоже. 30 долларов, по-моему, мы отдали за нас все или 20 долларов. Ну, что-то дешево. Причем мы на корабле были совершенно одни, представляете? Потому что корона, не сезон. Ну, и, конечно, это было здорово. Гляньте еще раз на эту красоту. А с этой стороны этой бухты есть надпись СИДЕ. И вот Носенка тоже говорит, ой, I love СИДЕ. Я говорю, нет, Настена, это гранат. И СИДЕ является как бы гранатовой столицей. А вот он пляж, про который я говорил изначально. Вот здесь немножко небольшой-небольшой лежачки есть. Вот. А дальше там уже большая береговая линия пляжная. Вот. Нарбич-двайт называется. Пляж, конечно, уже не пляж. Здесь все убрали, но вот здесь стояли лежачки, люди купались. А сейчас как-то так. Мне вообще, кстати, кажется, что вода пришла. Мне кажется, он был как-то туда больше. Прилив может быть? Но виды-то какие. Глядите. Просто шикардос. На обратном пути заскочили, детишкам взяли мороженое. Детишкам. Детишкам. Вот. А себе берем гранатовый сок. Давно не пили. Блин, гранатовый сок это, конечно, пушка. 40 лир здесь стоит. А обычно 30, да? Но это туристическое место, поэтому им сейчас страшно. Вкуснота нереальная. Класс. Пап, можно мы возьмем самокаты? Потому что и так всегда. Папа потом их несет. Причем купили третьему, и теперь еще и третий носить приходит. А да? Пока мороженое жует, сидит. Да тут еще дорога такая неудобная. Ну ладно. Славяну достается. Еле дошли. Этот маленький человек нигде не сидит, не едет, бежит. Все сложнее и сложнее. Едем домой. Мы поехали домой, но не доехали. Мы решили, что нужно на закат. У нас в Соларе такая линия, что на машине не подъедешь. И по пути к дому у нас есть великолепное место. Сейчас вам покажу. Да. Давайте выходите. А мы с Гли? Мирошка у нас уснул. Давайте, 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 вылазить. Вот, мы немножко постоим. Здесь тренажеры, беседочки, детская площадка. Как говорится, все в лучших традициях. Турции. Вот так вот здесь можно пожарить шашлыки. Пойти, на самом деле, сходить даже на пляж, покупаться. Смотрите, как здорово. Вот. И, естественно, насладиться закатом. Посмотрите, какая береговая линия. Шикарная, 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 шикарная. И почти никого. Здесь же туалеты, кстати. Супер. Что-то мы вообще сегодня загуляли со шмотками. Поехали, говорит, детям за подарками. В итоге купили шмоток, заехали, заехали на рынок. тут полная коляска. Мирож, заходи. Скорее, весь чумазый. Мой папочкой еще там набрал. Там у нас же есть к чаю. Что-то глаза голодные, там кексы сейчас. Да я просто взял. Еще остатки из кафе какие-то. Еще шмотки. Сейчас две минуты и вернемся на закат. На самом деле, мы сегодня забыли, что у нас рынок, поэтому бегом поехали, сняли нал и заехали на рынок. Я на рынке ничего не снимал. Сейчас только две вставки пока болтаю, прикреплю. Рынок уже закрывался. Впервые мы попали на такой ажиотаж, когда туда уже заезжают машины, все загружаются. Они, как так сказать, распродают уже продукцию. Вот. Ну, затарились и на 550 лир у нас вышло. В общем, вот так вот. Здесь и почти килограмм чучкелы, здесь и полтора килограмма тыквы, яблок нескольких килограмм. 5 или 7 килограммов апельсинов, столько же мандаринов, картошки очень много, 2 килограмма клубники, 4 килограмма огурцов, 3 авокадо, черрики, бананы. Это тоже 4 килограмма, по-моему, в общем, вот такая вот огромная поляна. Ну, а теперь давайте по вещам быстренько покажу и отправляемся на закат. Вернемся. Так, Настенка себе купила вот такой вот прикольненький теплый костюмчик. Вот. Кофточка типа в виде водолазки. Так, я себе тоже взял вот такую вот кофту. Ну, вы же знаете, вообще кофту люблю. Так, кроссовки еще себе взял. Мирошки. Мирошки мы взяли вот такой вот костюмчик. Очень прикольненький. Детям еще взяли вот такие вот штаны обоим. Штаны у них горят, поэтому, как говорится, штаны лишние не будут. Вот. Таких вот двое штанов. Вот такие вот кофты горячичного цвета и еще три футболки в H&M. Ну, как бы они комплектом продаются. И что? Все? Все. Вот. Мироша. Собственно, я там уже все выложил. Собственно, подбирали под цвет дивана. Видите? Где Мироша? Под цвет дивана. Все набрали, я вообще не помню. Хватали, все как напуганы. Все напугалось? Ну да, да, нормально. А теперь возвращаемся на море на закат. Установил камеру на рем-лапсик. Сейчас посмотрим, что она снимет. Сейчас едем. Я на стенке говорю, вот настолько вот эта вот поездка в Турцию так прострелила, как знаете, такой инсайт в голове, что буквально, я не знаю, года три назад, если бы мне сказали, что можно поехать вот так вот в Турцию на своей машине, провести здесь какое-то время. Ну, скорее всего, я бы сказал, не-не-не, это точно невозможно, это какой-то бред. Сейчас мы здесь и настолько я понимаю, что вообще можно оказывается в свой отпуск провести не на Черноморском, например, берегу, на нашем, а уехать в Турцию, а можно уехать там, например, в Грузию. Да вообще, в целом на машине можно уехать в другую страну. Вы представьте? А многие даже об этом, скорее всего, и не задумываются, либо задумываются и боятся. И это так супер. Это, как знаете, вот раньше, много лет подряд мы ездили с палатками отдыхать на Волгу на протяжении прям нескольких лет, а потом мы однажды поехали по нашему берегу, по Черноморскому с палаткой. И я такой, да ладно, что так можно было? И с тех пор мы это все полюбили, полюбили, и вот сейчас до таких масштабов, что мы уже в другой стране два месяца просто без жилья жили. Все выпуски посмотрите. И все это на закате. Там Настенка с Мирончиком, а мы вот так вот провожаем солнце. Кстати, еще эта парковка очень классно подойдет для ванлайферов, то есть, ну, это не дикое место, да, согласен, рядом трасса, но здесь по кайфу, здесь огромнейший пляж, можно купаться, загорать, беседки, что немаловажно. Есть туалеты, да, я уже показал, также есть питьевая вода, вот она, не знаю, насколько питьевая, но, по крайней мере, вода есть, и вот стоит бусик, то есть, ну, здесь прикольно, 3 лиры стоят с человека с 10 до 21, насчет ночи, конечно, я не знаю, но, учитывая, что бусик стоит, я думаю, что однозначно можно. Дошли мы до пляжа, вот посмотрите, как здесь классненько, спасательная вышка, сделан спуск, покажу вам заодно, видите, как здесь сделаны туалеты, раковина, мыло, есть розеточки, с одной и с другой стороны, ну, супер же, и здесь, видимо, какой-то мини-бар, есть спуск для колясочек, все очень классно, и пустота, и никого, вот они ступенечки, а еще хочу показать, смотрите, уже луна какая гигантская, а солнышко еще даже не село, ну, ладно, включаю вам таймлапс, смотрите, как вам этот очаровательный закат, мне кажется, он просто шикарный, еще быть, добавить немножко белых облачков, и тогда они раскрасятся, и будет просто великолепно, все, друзья, я буду с вами прощаться, завтра нам нужно отправляться на день рождения, для того, чтобы вручить, собственно, эти подарочки, завтра нас ждет новый выпуск, с кучей всего нового и интересного, если не поставили лайк вначале, прямо сейчас это сделайте, если не написали комментарий, то самое время прямо сейчас это сделать, но если вы не подписаны на наш канал, то обязательно подписывайтесь, у нас очень-очень интересно, буду с вами прощаться, и, кстати, еще помните, что все самые важные и нужные ссылочки есть в описании к этому видео, пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok